Друзья, в эти непростые времена нам нужна ваша поддержка. Помочь антизомби в информационной борьбе против оккупанта можно по ссылке на донаты в описании. Всё будет Украина, друзья. Есть в русском мире одна, но очень отличительная черта. Люди там обожают изображать из себя святош и буквально насиловать уши друг друга разного рода красивыми лозунгами. Помните, например, как в своё время они криком кричали «Искусство вне политики», когда на Евровидении не пустили певицу из России? Где есть цинизм и политика, там точно нет места музыке. Это сегодня лишний раз доказали в Киеве. И вот эти наследники Бандера и Шухевич будут объяснять нам, почему Самойлову они не пустят на конкурс, наплевав на все правила и нормы Евровидения. Ох, сколько тогда было истерик, сколько сгоревших пятых точек тушили пожарные бригады по всей России. Официальный Киев, так много говорящий о европейских ценностях, в итоге угодил в собственную ловушку лицемерной толерантности на глазах всего мира, оскорбив талантливую певицу в инвалидном кресле. Но знаете, в чём прикол? Ровно когда Евровидение в Киеве закончилось, Россия мигом забыла за девочку-инвалида. Она прямо говорит, что стало никому неинтересно, как только исчезла политическая составляющая. Неспроста выбрали меня в том году. Им нужно было именно персонажа с определёнными качествами и некачественными недостатками. Ей даже номер на конкурс в следующем году толком никто делать не помогал. Подготовка к Евровидению всё же не оправдала моих ожиданий, потому что всё, по сути, было спустя рукава. Была очень как-то достаточно всё-таки топорно сделана работа. Вот такое оно искусство вне политики по-русски. Но проходит несколько лет. Путин развязывает кровавую войну. И что же мы видим? Включаешь первый канал, а там вечер поэзии. И ой! Все стихи удивительнейшим образом от так называемой спецоперации. Их хотят на колени поставить, не зная, что русский солдат лишь в молитве может склониться. По-другому, увы, никак. Он обычный русский парень. Он, возможно, сам с Кавказа, из Москвы, или Сибири, или родом из Донбасса. Ладно, время и музыку послушать, думают зрители, переключая канал. А там новый клип Димы Билана. О чём? Ну, конечно же, о мёртвых детях Донбасса. Искусство без политики, серьёзно. Вот всё, как вы раньше и говорили. Но ой, почему тогда в клипе нет ни слова о Стёпе Чубенко? У него была в рюкзаке ленточка жёлто-голубая. Но это оказалось преступление. Ребёнка сначала пытали, а потом расстреляли. Нет и девочки Даши, и Старецка. Попрощаться с 15-ричной Дариною пришла вся школа. Дитина загинула від выбуху мины, яка прилетела з району шахты Гагаря на окупованной Горлевке. Ни слова нет о сотнях других детей Донбасса, убитых российской армией с 14-го года. Давай, Дима Билан, угадаем. Они просто не в той стороне Донбасса родились. Просто не вписываются в генеральную линию партии, где Россия якобы спасает, а не убивает. Не случайно эта военная операция называется спасение. Самое главное, мы защищаем этих детей и женщин. Нас спасались уже так, что только с 24-го февраля за три сотни деток Россия убила. Будет о них песня, а, Билан? Ну же, не сливайся, давай! Только небо, а только ветер, только радость впереди. Но ответ, к сожалению, всем хорошо известен. Ведь русский мир построен именно на подобном цинизме и лжи. Причем, знаете, лжи очень циничной. И это всего касается, не только искусства. Помните, например, как в России не менее патетично декларировали, что, мол, спорт вне политики. На спортивных мероприятиях нет места политическим лозунгам любого характера. И так они старались, и речи пафосные толкали. Вот это не просто скотство, а скотство в квадрате. Это политическая история. Если кто-нибудь скажет мне, что это имеет какое-то отношение к спорту, то я королева английского. Но вот началась полномасштабная война, и мы вам сейчас просто покажем, во что превратился главный спортивный канал России. Это бездарное логово чепухи называется Матч ТВ. Я не хочу видеть в сборную Украины чемпионате мира, потому что она этого не заслуживает. Потому что это неспортивно, неправильно и несправедливо. Вы 8 лет бомбили на Донбассовских ребят, да? Они сейчас вам ответы шлют. Здесь где несправедливость? Друзья, там каждый эфир такие визги и крики, что безумный Соловьев с его истериками. Представься, сволочуга, чтобы я тебя вывел в эфир. Давай твою харю сейчас покажем. А ну быстро сюда! Мы тебя за мошонку будем брать. Это просто пацан малый на фоне завсегдата и в Матч ТВ. А ты мою сборную, моей страны, вы в том числе и маляки, ваши мерзкие, исключили я чемпионата мира. И вы мне после этого говорите, что я о футболе говорил. Да вы не охренели! Это совершенно гнусная, мерзопакостная рожа. Я бы, конечно, ему плюнул в лицо. Думаем, не сильно ошибемся, если скажем, что такого нет больше нигде в мире. Но вы понимаете, в чем суть? На якобы спортивном канале тупо нет спортивных экспертов. Максимум – жена футболиста Мамаева. Злить людей не очень-то хорошо. Поэтому такие вещи выкладывать, наверное, не стоит. Все остальные приглашаются на шоу. Есть тема исключительно по принципу «любит Путина и поддерживает войну». Победа русских в любом случае придет. И укра этих мерзавцев, укра гадов всех ждет ответственность. Мы очень смеялись, когда для неразборчивых спортивных хомячков из России в роли эксперта выступил вот этот великий чемпион по карманному бильярду. Если мы посмотрим правде в глаза, геноцид и уничтожение украинцев начался с 2014 году год-году и был системой террористического режима, марионеточного террористического режима Запада. Помимо кивы в тонкостях спортивного фашизма, россиянам помогает разобраться и коте долгов. Но это тот титан, на глазах у которого в свое время пенсионерок с эпилепсией насиловали, ага. Женщину 47 лет, эпилептический припадок случился во время изнасилования на этом блокпосту. Отволокли, автобус наблюдал за этим. И в первые полчаса просмотра ты вообще не веришь, что такое возможно. Ведь смотрите, какое дело. Вот что по всем законам логики должен показывать профильный, спортивный канал? Ну, как минимум, предматчевые и послематчевые студии, сами игры. Но этого на Матч ТВ тупо нет. Собирается толпа ноунеймов и вместо футбола или баскетбола начинает обсуждать, например, убийство пропагандистки Дугиной. Это полный кошмар. Убивают мирное население. Убивают... Это настоящие террористы, которые просто в Москве убивают молодую девушку, умную, красивую, просто за то, что она высказывает свое мнение. Такой терроризм, мне кажется, не должен существовать. А когда надоедает, они плавно переходят на тему фашизма в Украине. Ну да, и в самом деле, о чем же еще на спортивном канале говорить? И теперь уже точно невозможно оспаривать этот факт. Мы имеем дело с беспринципными террористами-нацистами. Террористами-нацистами. Если же шоу на Матч ТВ удивительным образом попадают на игру сборной Украины в любом виде спорта. Сборищу фриков с раннего утра сознательно не вкалывают антиазверин. И вот уже спортивные болельщики с удивлением узнают, что сборная Украины по футболу, например, это почти СС-дивизия «Мертвая голова». Для меня сборная Украины по футболу сегодня такая же дивизия СС «Мертвая голова». Что я думаю про это? Я желаю, чтобы она сгорела в аду со всеми теми, кто ее поддерживает. Накричавшись от пуза о фашизме, додики из Матч ТВ переходят к своей любимой забаве. Угрозам спортсменам из Украины достается прежде всего футболистам. И легендарный «Шахтер» оказывается в Украине неправильный. Донецких болельщиков «Шахтер» я думаю уже потерял. Вряд ли можно сказать о том, что это именно донецкий клуб, это донбасская команда. И новую команду для Донбасс-арены они создадут. Я лично все-таки хотел бы, чтобы, ну, мое мнение лично, чтобы появился второй «Шахтер», который будет играть на Донбасс-арене. Этот день близок. Но это уже после того, как ФСБ поймает и осудит Ярмоленко и Зазулю, злостных фашистов и карателей. Ярмоленко, который вместе с Зазулией финансирует... Зазулия – это человек, который вообще там зигует и поддерживает Бандеры. Они вместе финансируют АЗОВ, который, ну, реально там люди состоят исключительно из нацистов. Помимо Зазулии и Ярмоленко, черноротые пропагандисты любят поугрожать и Саше Зинченко из лондонского арсенала. Абсолютно уже сумасшедший Зинченко. Который финансирует. Которого там лицемерие со своими слезами зашкаливает окончательно. И мы тут заговорили о Зинченко, один из главных спикеров этой команды, который, ну, практически последние месяцы занимается только тем, что пропагандирует какие-то политические лозунги. И знаете, друзья, если бы это были бабушки на лавочке или мужики после изрядной дозы пива, то подобные бредни еще можно было бы понять. Но это спортивный общенациональный канал. И вот такой контент огромную страну, но букву «Р», судя по всему, устраивает. Вот вот что я вам могу передать. Украинским болельщикам от души и полностью. Если до кого-то это не дошло. Но не надо думать, что это какой-то бесконтрольный хаос. Мол, очередные бездарности хотели как лучше, а получилось как всегда. Бедные несчастные нацисты. Вы видели жалость в игре. Бедные несчастные. Мы вас как же не верим. А нет, друзья, это вообще не так. Ведь все, что делается сейчас на Матч ТВ, это продуманная от и до часть информационной политики. А не даже продюсера Скобеевских «60 минут» на спортивный канал пригласили. Идейный вдохновитель есть темы. Продюсер Олег Полунин. Он пришел на Матч ТВ к началу Олимпиады в Токио. А ранее работал на «России-1» редактором тех самых «60 минут». И сделано это было с очень простой целью. Ведь того же Соловьева и Лишенина смотрят разве что домохозяйки. Ну и эти, пенсионеры из отрядов Путина. Представься, сволочуга, чтобы я тебя вывел в эфир и тебе в эфире объяснил, тебе, тупому, необразованному скотомоншу, что ты жирная тупоголовая свинья. А молодежь эти помои не смотрит. Зато в большинстве своем молодые люди любят спорт. Где есть, например, Женя Савин. Один из самых популярных, если не самый популярный, спортивный блогер на территории бывшего Союза. Всем привет! Меня зовут Жека Савин. И это мой футбольный влог. С началом войны в Украине Красава снял очень сильную документалку с разоблачением путинской лжи. 24 февраля Россия развязала войну в Украине. Да-да, я буду говорить именно это слово. Героями, в которой выступили украинские футболисты. Меня разбудила моя мама. В 5 утра где-то сказала, что началась война. 24 утра я слушал зрим. 24-го, 25-го числа под пулями я был. Я видел слезы, я видел мертвых людей, детей. Видео собрало полтора миллиона просмотров на одном только Ютюбе, где целевая аудитория – мужчины от 18 до 35 лет. Как раз те, которые были особо нужны Путину в качестве пушечного мяса. И вот уже на том самом Матч ТВ переполохи клепают программу о страшном предателе. Я смотрела этот фильм, это совершенно гнусная, мерзопакостная рожа. И я хочу сказать, что первый момент, я хочу обратиться к депутатам Государственной Думы, которые в незамедлительном порядке должны рассмотреть и принять закон о том, чтобы отбирать паспорта и лишать напрочь гражданства вот таких подонков. Он должен пойти под 275-й статьей Уголовного кодекса «Измена о родине». И по этапу в Сибирь валить лес. Его, этот, украинская экспада, она направлена против России, против нашего государственного строя. Но уже таким предателям не место. Савину грозят сроками за якобы фейги. Украинскому пропагандисту и блогеру Евгению Савину грозит уголовная ответственность по двух статьям Уголовного кодекса за дискредитацию вооруженных сил России. И обвиняют в поддержке фашистов. Когда записывается вот такой ролик, где откровенно призывают к убийству наших ребят, где откровенно своим примером показывают, что нужно давать деньги, террористическая организация АЗОВ – это преступление. То есть на государственном канале тратят прорву эфирного времени исключительно на то, чтобы разобраться с неугодным врагом народа. Это, друзья, реальные швондеры нового путинского времени. Просто посмотрите на этот трэш. Если бы сейчас был Евгений Савин, я бы, конечно, ему плюнул в лицо. Это просто полная мерзость. Детонаторы срабатывают, такие вот, как Савин. Они взрываются, оставляют после себя какое-то такое зловоние. И мы понимаем то, что они это минное поле начинили отходами жизнедеятельности, такими, как Савин. Если кто-то думает, что история с Красавой – это какая-то разовая акция, то нет. Все, что делается сейчас, прикрываясь якобы спортивной журналистикой, это поливание грязью всех несогласных. Ведь вслед за Савиным настала очередь, например, теннисистки Касаткиной. Ей нужна реклама, поэтому она должна предать одно, получить второе. Это такое иудовое племя. Я об этом всегда говорил здесь, когда у вас был. Здесь нужно понять – ты делаешь, что ты хочешь, но ты страну не предавай. А вот что сказала после этого менеджер-теннисистки, работавшая долгое время как раз на Матч ТВ. Есть тема – фрик-шоу для косноязычных депутатов, псевдоэкспертов и людей, которые ищут пятиминутную славу. Целый час в эфире канала, на котором я работаю со дня основания, поливали дерьмом моих игроков. Но информационный поток из фейков, криков и грязи это, конечно же, не остановило. Ведь мнимых врагов России ой, как много. И разжигать ненависть можно тупо каждый день. Тут тебе баскетболистка-лесбиянка на костер ее! Речь идет о негритянке, о лесбиянке. Это очень такой красочный, сочный экземпляр. Вот это следующее, чему они будут колени преклонять. Глубизне и лесбиянкам двухметровым чернокожим. А вот проклятый футболист-предатель захотел играть в команде из недружественных стран. Российский полузащитник Арсен Захарян перейдет в Челси из Динамо. Уходить действительно в страны, которые ведут войну, поставляют летальное оружие. Мы же уже много раз об этом говорили. На Украину, от которой гибнут наши военнослужащие, мирные жители, уходить сродни предательства. И глядя на все это, ты понимаешь, что спорт в России, если не умер, то все к тому идет. Рекорды, если и бьются, то только по числу слюней горе-экспертов на камерах после эфира. С другой стороны, путинские пропагандисты очень наивно полагают, что подобным трэшем смогут что-то изменить. Нет, ребятки, ведь спорт — это сила, а сила — в правде. А с ней никакой мельдоний вам не поможет. Больше восьми лет они всеми силами разжигали ненависть. О чем вообще с вами говорит? Разнесем Киев ядерными ракетами. Делали все, чтобы российскую армию в Украине встречали цветами. Украинцы ждут, они в самом деле надеются, что мы их в конечном итоге освободим. Мы обязаны быть там. Но их план не сработал. Ведь даже в городах юга и востока Украины Россия проиграла информационную войну. Фашисты! Фашисты! Вот вам суки, а не Украина! Чтобы сражаться за умы и дальше, командам гражданской обороны и антизомби нужна ваша поддержка. Вы можете помочь нам на нашем ютуб-канале, а также на патреоне. Благодарим вас, друзья, за доверие и поддержку. Все будет Украина!